Продолжение следует... Из-за йогской этапной тюрьмы бегут Михаил Фрунзе и Ян Кириллович. Поиски беглецов организует жандармский штаб-ротмистр Константинов. Совершив тяжелейший переход через Тайгу и Байкал, Фрунзе и Кириллович с попутным обозом входят в Читу. Шел 1915 год. Шел 1915 год. Шел 1915 год. Шел 1915 год. Однако, господа, военная кампания затягивается. Что скажете? Что говорить, на вулкане живем? Отсюда дороговизна и оживление оппозиции. Теперь вот военно-промышленные комитеты учредили. Пролетариат пригласили. Полы по этому поводу даем. Господа рабочие любят, когда с ними власть заигрывает. Чего думать? Война. Все должны быть заодно. Это с какой стороны посмотреть? Все же они поняли. Куда они без нас? Поняли. Вон инженер-то наш. За руку здороваться стал. А то было идет и вроде не видит тебя. Какой бал, господа. Как на Библейском ковчеге. Всякой твари по паре. Недостает лишь самого Ноя. То бишь его превосходительство генерала-лейтенанта Кияшко. Отнюдь. Читинский военный губернатор пришедший. И уже горцует на пьедесталах. Вы знаете этого человека? Какого? Того, кого пригласила мэри. Ревнуете? Нет. Просто привыкаю к ее характеру. Это Владимир Григорьевич Василенко. Наш новый статистик. Здешний Читинец. Нет. Монтвит его привез, кажется, из Петербурга. М-м-м. Монтвит, Монтвит. Благодарю вас. Как вам мой избранник? Подполковник. Одно достоинство в нем, несомненно. Ноги. Такой не поскользнется на паркете. В светской беседе он еще увереннее. Как вы думаете, я ему понравилась? Мэри, ты же знаешь, что я не люблю, когда ты кокетничаешь. А почему вы не задали этот вопрос вашему партнеру? К сожалению, он не успел представиться. Ага. Это Василенко Владимир Григорьевич. Новый статистик переселенческого бюро. Монтвит Монтвит привез его из Петербурга. Браво, браво. Зато я не так ловок в вальсах. До свидания. Ну, прощайте, до встречи. Я думаю, что завтра мы с вами и увидимся. Извините. Да? Я вас забыла познакомить. Это моя подруга Мэри. Василенко. Мэри. Кияшко. О, мне знакома эта фамилия. А это наш добрый друг. Отдельного жандармского корпуса подполковник граф Булахов. У вас экипаж? Нет. Предпочитаю ходить пешком. А, да. Это укрепляет ноги. А все-таки мы могли бы вас подвезти. Вы где обитаете? Здесь недалеко. Недалеко? Это где? Ну вот, не успели познакомиться с человеком. Мы уже допрашиваете. Положение с революционной работой в крае, прямо скажем, вопиющее. Полицейские по всей области разобщены. Агитационная работа не проводится. У вас есть конкретные предложения, Владимир Григорьевич? Да, есть. Мы должны исходить из главного ленинского лозунга. Превращение империалистической войны в войну гражданскую. Что нужно сделать для этого сегодня? Первое. Повсюду, в особенности среди рабочих, вызвать недоверие к правительству. Второе. Агитационная работа среди новобранцев. Это особенно важно сегодня здесь, потому что потери в армии будут компенсироваться за счет Сибиряка. И что самое главное в расчете на завтрашний день? Это, конечно, организация кооперативного дела, ибо именно здесь рабочие могут пройти очень серьезную школу объединения в один революционный политический отряд. Отдать экономическому отряду политическую ориентацию. Наша прямая обязанность. Теоретически убеждает. А что практически? И практически все ясно. Ну, вам понятно все ясно. Вам с ваших бумажных гор все видно. Изволите пожизненно, состоят статистикам... Товарищ Соколов, член партии с 1898 года. Извините. Нужна легальная газета. И важно только найти тот соус, под которым эту газету можно представить губернатору. Военно-промышленные комитеты. Вот вам и соус. Правительство пригласило рабочих помогать армии, а разве это неравнозначно приглашение активно принимать участие в жизни Отечества? Верно. Превосходно, Кириллович. И дело с газетой мы должны представить так, чтобы нам не только не отказали, но чтобы еще и выразили самые сердечные воли изъявления. Товарищи, предложение товарища Василенко это не просто тактический ход. Это стратегический выход из тупика, в который мы были загнаны в последнее время. И поэтому хватит теоретических фраз, давайте решать конкретные задачи. Кооперативное дело я беру на себя. Что же до состава редакции, я думаю, что товарищу Василенко нужно возглавить всю политическую работу газеты. Для фигуры же официального редактора я не вижу лучшей кандидатуры, чем товарищ Дубов. Ты меня пустишь к нему? Нет. Ты меня не принудишь, я все равно к тебе не вернусь. Посмотрим, ты еще носишь мою фамилию. Да, но муж мой Кириллович. Тогда ты наполовину вдова, Юзефа. На этот раз твой любовник так легко не отделывается. Ты! Ну-ка, сядь, шлюха! Слушай, или ты мне дашь увидеться с Яноком, или я тебя убью. Ну-ка, брось! Брось, говорю! Все, я не распоряжаюсь. Иди в жандармерию! К Константинову! Ну, смотри. Соедините меня с Константиновым. Господин штаб-ротмистр, это Смолянов. Сейчас придет к вам одна разбужденная особа. Любовница Кирилловича. Имя, фамилия? Юзефа Смолянова. Ваша одна фамилица? Жена. Так. Кириллович находился в Усть-Каре, когда вы служили там? Да. Жена брала у него уроки рисования. За сокрытие сведений могущих содействовать поимке беглого государственного преступника, ответите по уложению. Смолянова, Кириллович, Фронзе. Я завидую не вашей убежденности, не вашей удачливости, не вашей беспечности, Фронзе. Василенко. Ах, да, Василенко. Ну вот, вы меня сбили. Вы завидуете мне? Да. Я завидую вашему, вашему неумению ощущать одиночество. Я привык находиться среди людей. Не то. Только женщина. Понимаете? Понимаю. Да где вам? Ну, я понимаю, я... Нельзя сюда приехать. Но... Но могу же я хоть знаком, хоть одним словом облегчить страдания любимого и любящего человека? Вы не знаете Юзефа. Я знаю только одно, что этим вы поставите под удар многих людей. В том числе и себя, и меня, и вашу Юзефу. Вы когда-нибудь любили Фронзе? Ва-си-ли-н-ко. Это ваш ответ. Да. Если хотите. И давно молчите? Ой, и чай холодный дуйте. Эх. Катюша. Да? А я все забываю задать тебе вопрос, который меня мучает еще со времени нашей первой читинской встречи. 1905 и 1915 год. Десять лет прошло, как мы с тобой не виделись. Как ты меня все-таки узнала? Хорош, что был в этом Армикеде при телеге. А все-таки. Ах, господин Василенко, вы не учитываете двух обстоятельств. Ну, во-первых, я женщина. Во-вторых, любила я тебя, младешенька. Не без того. Подобные обстоятельства вне сферы понимания господина Василенко. Где его похоронили? Он сам себя похоронил. Я же вам объяснил. В теньге болоте. Могу ли я, как гражданская жена Кирилловича, получить его вещи, изъятые при обыске? Конечно. Они уже подготовлены. Могу ли я? Могу ли я? Это все? Разрешите опись. Извольте. Пожалуйста. Это вы? Сходство несомненное. Позвольте. Позвольте. Эту. Глаз не спускать. Особое внимание обратить на почту в ее адрес. Ситуация резко осложнилась. Мне отказали в командировке в Иркутск. Между тем, уже по всей железнодорожной ветке к западу от Читы нас ждут корреспонденты. Они ждут литературу из Иркутска, из центра. Мы должны использовать все поводы для мотивированных, я подчеркиваю, мотивированных передвижений по краю. Я свои командировочные лимиты на этот год уже исчерпал. У меня есть дальние родственницы в Хилке. По поводу кооперации я могу съездить в Тарбогатай. Черновские копии. Ну, а мне как статистику поездки просто вменены в обязанности. Вот и отправьте меня по железке до Иркутска. Вам это опасно. Но мои документы? Военное время для вас единственным возможным документом может быть бумага вполне определенного свойства. То есть подписанная военным губернатором Кияшко. Да. А это мысль. Я слышал господин Кияшко англоман, меломан, охотоман. Похвально. Похвально. Как вы думаете, о чем они разговаривают? Очевидно, о чем-то смешном. Очень тонкое умозаключение. Ревнуйте. Что вы? Кажется, с вашей помощью я наживу себе дуэльного врага. Ах, если бы. Мужская ревность, доходящая до иступления. А вы умеете стрелять? Ну, как вам сказать? Я вас научу? А вдруг действительно дуэль? Господа, мы все идем в тир. о чем-то неудача. Совсем неплохо, господин подполковник. Теперь я? Угу. Пожалуйста. Браво, 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 браво. Теперь вы... Да нет же, кто же так стреляет? Давайте я вам покажу. Угу. Вот так. Теперь совмещайте прорезь прицела с мушкой и с мишеней. Да? Да нет же. Надо затаить дыхание. Да? И нажимать плавно. Стреляете в мэре прекрасно, но инструктор из вас не худышний. Простите. Вы же ему мешаете. Ну? Нажимайте. Ну вот. Видите, теперь сами. Ну, мне так неудобно. газовая даль вдох выдох . В дом . И si Господин Василенко нас просто дурачит. Это случайность. А ну-ка, любезный, доставай все свои призы. Наконец тебя разорили. Ух ты, рожа. Что ты возносишь? У нас в Полесье мальчишек с детства учат бить всякую мелкую птицу. Давай, давай. И самовар давай. Ишь ты. Заберите все это. Для настоящего охотника лучший приз это хороший выстрел. На охоте, естественно. А я бы взял самовар. Тогда я знаю, как вас вознаградить. Чита жалуются. Кооперативы содействуют организации рабочих. Газетку. Товарищество выпускать стало за байкальское обозрение. Что вы там узрели? Да так, рисунок. Вы посмотрите, что они пишут. Пусть народ сознательно, осмысленно, разумно смотрит на всю общественную жизнь. Учится у ней. Разбирается. Сам находит средства к избавлению от зол. И это будет, какие бы темные враждебные силы не мешали этому. Ну, темные враждебные силы, это, как вы понимаете, мы с вами. Каково? Да-да, позвольте, я это посмотрю всегда. Возьмите. Свяжитесь с Булаховым. И займитесь щитой серьезно. Да, это он. Вы уверены? Уверен. Это рисунок Кирилловича. Повторите. Обижаете, Иван Николаевич. Повтори. Значит так. Розетку в ящик. И везти дамочку днем и ночью. Да. Особо в случае, когда с ней будет дорожная амуниция. Господин штаб-ротмистер, вы же сами мне пять лет назад за филерскую работу штуку английского сукна пожаловали. Костюмчику до сей поры с носу нет. Я не забыл, а йог. Но на сей раз смотри. Ошибки не может быть. Понял? В эту ямку и попадает и зюбр. Эта ямка называется Солонец. А вот теперь начинается самое интересное. Смотрите за папой. Магия, да и только. В этом грутике вся кульминация охоты. Он втыкается так, чтобы его верхняя часть соответствовала ребрам и зюбра, который придет полакомиться Солонцом. А по нему как раз и нацеливается ружье. Скажите, почему ваш отец так придирчиво рассматривал прутик? Потому что если прутик будет недостаточно тонок, то животное не подойдет к ловушке. All right. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он не виноват, он в первый раз на охоте Спасибо, моя девушка Мне кажется, я попал Я Саул Что там на солонце? Есть? Есть! Крупный? Да тут их целых два, ваше просканицство Он же прекрасный стрелок Извините, я испортил вам охоту, господин директор Изюбри дышат! За такие выстрелы, молодой человек Можно простить любую оплошность А что вам, и раньше приходилось бить Изюбри? Кабанов Но они ведь еще меньше Мясо превосходно! На сей раз ваше превосходительство Вы превзошли самого себя Ну, а что скажут новички? Нет слов Старинный рецепт Йоркшир, 17 век Восторг! Представляете, господа Такое мясо ели английские феодалы Грешен, грешен Люблю детей Туманного Альбена И не только как союзников Умеют красиво устроить свою жизнь Да, господа, нам есть чему у них поучиться Совершенно истинно Ну, взять хотя бы заводское дело Но это скучно, господа Нет, извините Англичане умеют бережно относиться к своим рабочим Понимая, что они истинный источник благосостояния всей нации Это не так скучно, мэри, как может казаться Мы экономисты давно и искренне восхищаемся англичанами Ну, хорошо Тогда давайте все хором Обсуждать состояние рабочего класса в Англии, на Канарских островах И, конечно же, у нас в благоденствующем Забайкалье Начинайте, подполковник Угу Я думаю, что мы продолжим этот очень интересный разговор В моем кабинете Если вы, конечно, не возражаете, господа Очень рад, что и у нас в Сибири есть такие молодые, энергичные люди Ну, а теперь, что ж, вернемся в нашу старую добрую Англию Я в Англии была всего лишь два раза Но иногда мне кажется, что я там родилась Так воспитал меня папа Эту песню я посвящаю сегодня тому, кто ее заслужил ПЕСНЯ 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 Чита. Одно место. Третий класс. Танк. Это серьезнейшее дело. Сплошняк железа. А заклепки? Заклепки. Считай мне, пересчитай. Измотаешься и сведешься. Ты пробовал считать? Нет. Зачем? Разве до рахметики, когда эта балланка на тебя с пулеметом прет? Нет. Можете себе представить, господа, что чувствует человек, которого ни за что, ни про что хватают прямо на улице и сажают в каталажку? Ведь мало того, ведь держат два дня. Рядом не то, что мобитон, боже. Сброд. Пыдло. А следовательно, посмотрели бы вы, господа, на эту хирургическую самую... Мука-то небось есть. Какая там мука? Сахар вот-вот кончится. Почему? Да ссыльно и все. Вон их по военному времени сколько понаехало. В прошлом-то году один-два на деревню новых, а в нонешней дюжины везут. Вот и подъели кармата. Да, по зимнему буржом немного навезешь. Здравствуйте. Мы ждем вас вот уже полтора часа. Есть сведения с фронта. Необходимы ваши комментарии. Виноват. Задержался у господина губернатора, да. Государственные деларители. Да неужто удалось? Прошу. Ну-ка, ну-ка. Сим удостоверяется, что предъявитель всего не имеющей чина Владимир Григорьевич Василенко командировал переселенческим управлением для производства обследования рабочих вопросов в Забайкальской области. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка мне. Так. Прошу чинов всех ведомств оказывать означенному лицу полное законное содействие в исполнении возложенных на него поручений. Так. Военный губернатор, генерал-лейтенант Акияшко. Ну, господин Василенко, слов нет. Вот так-то? Ну, так где же ваши военные сводки? Так. Вот, пожалуйста. Владимир Григорьевич, вот, взгляните на это предисловие. Так, так. Нет, нет. А что? Слишком заискивающе перед читателем. А его надо уважать. Угу. Ну, вот, скажем, к примеру, в трудное время приходится начинать выпускать в свет наше издание. Угу. Общие причины, вызванные условиями русской жизни, заставляют нас молчать о том, о чем нужно было бы говорить, к чему нужно было бы призывать всех тех, кто ощущает на своих плечах всю тяжесть нашей жизни. Понятно. Нет, нашей ненормальной жизни, так будет точнее, тяжелой жизни. Товарищи жандармы, я думаю, к нам. Что у вас есть? Несколько ленинских, прошу. А, так. Ко мне в портфель, живо. Держите. Две статьи Клары Цеткин. Две статьи Клары Цеткин. И два номера газеты «Правда». Быстрей. И вот еще. Возьмите. Угу. Так. Кто? Кто дал вам право издеваться над автором? Вы сделали из меня идиота! Надо мной смеется вся чита! Да что чита? Весь край! Я на вас суд подам! Простите нас. Камы! Ээээ, виноват, но... Я буду апеллировать господину губернатору. Подумать только, какие-то полуграмотные люди сидят здесь и издают газету. Эээ. Кстати, господа, вы здесь. Арестуйте их. Посадите их в первый класс реального училища. Это будет соответствовать их литературному уровню. Виноват. Вам лучше обратиться по официальной линии. У нас тут дела. Вас проводят. Хорошо. Они у меня запомнят этот день. Приступайте. Ну вот сейчас заморозим человека, и он не доедет. До Парижа. Сейчас до Макзона. А дальше? Еще есть вопросы. Отвечаю сразу на все. У меня нет вопросов. Когда вы вернетесь? Мне надо побывать в Макзоне, в Хилке, Бадди, в Верхнеудинске. В Верхнеудинске? Да. Там живут Сонечкин родители. О. Я бы на вашем месте обязательно их навестила. Они чудо, что за хлебосола. Что же вы раньше не сказали? Я бы что-нибудь передал. Нет, нет. Спасибо. Я сама там скоро буду. У меня мама прихварывает. И когда же? Не знаю. Ну ладно. Долгие провода, лишние слезы. Счастливо. До свидания. Вы не доверяете мне? Мне нечего от вас скрывать. Вы, конечно же, знаете, где он. Боже мой, я проделала такой путь. Ну хорошо. Я буду ходить по вашим горбатым улицам. Не я, так он меня увидит. Если Бог Езус еще не захлебнулся в людской мерзоте. Как вы назвали этого художника? Янка я его назвала. Ян Станислав Кириллович. И все же зайдите к нам завтра. Господин. Станция МАКЗО. Вам выходить. Ты знаешь, любезный, я передумал. Возьмите мне билет до Иркутска. Много материала мы вам не дадим. Дадим всего-навсего одну книжицу, но это сейчас самое важное. Самое. Прислал нам ее... Ленин. Ильич. Где она? Ну, какой нетерпеливый конспиратор. Здесь она, здесь. Ищи. А она у тебя за спиной? Все приклеенные? Нет, есть пришитые и даже приколотые. Ага. Вижу. Императора прикололи. Ну, осторожнее, царь все же. Ага. 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 Технологическую новинку прислали? На наводящие вопросы не отвечаем. Что тебя так заинтересовало в этом портрете? Бумага или изображение? Рвать можно. Рви, пожалуйста. Только в кого я вместо него повешу? Скучать буду. Ну, ладно. Это надо размножить и распространить. Ага. Как будешь транспортировать? Просто. Очень просто. У меня есть масса статистических опросных карточек. Я проверю. Есть одни картонные, другие потоньше. Между двумя тонкими можно вложить один лист. Добрый день. Здравствуйте, Сонечка. Софья Алексеевна, зайдите, пожалуйста, ко мне. Вы стали со мной здороваться по несколько раз на дню. Разве я не замечала? Я получил от него письмо. От кого? Ну, ладно, ладно. Честное слово, никому не скажу. Виктор Эдуардович, скажите, это что, так заметно? Почитайте его. Я не предполагал, что работа будет настолько утомительной. Встречается масса неудобств. Пишу сейчас на станции за Играева. Где сего усталый, злой и голодный. Она и Юсцефа. Куда? Проверил, все чисто. Хвоста нет. Отведешь ее в дом Зайцевой. Понял. Ну, пошли, Ян. Пошли, пошли. Товарищи, русский пролетариат не может ни в какой мере идти рука об руку с нашим правительством. Он не может оказывать ему никакой поддержки. Превращение современной империалистической войны в войну гражданскую есть единственно верный пролетарский лозунг. Вот что пишет Ленин. Братцы, жандармы! Так, спокойно, спокойно, товарищи. Вот, спрячьте листовки. А я их отвлеку. Вот он! Он самый! Стоять! Обыскать всех! Ищите листовки! Оружие есть? А, впрочем, пирочинный нож. Обыскать. Слушаюсь. Ничего, господин поручил. Вам придется последовать за мной. КОНЕЦ КОНЕЦ Извините, господин Василенко. Как же так, господин Породчик? Я же сам видел. Он еще бумаги раздавал. Листовки, значит. Нечто я перепутаю. Нечто я листовок не видал. Извините, господин Василенко, но прошу вас показать содержимое портфеля. Избирайте. Ага, вот они. Что за бумаги? Это карточки. Это учетные, статистические карточки переселенческого управления. Вы внимательно прочли документ. Я исследую условия жизни и труда рабочих. Ей-богу, господин Породчик. Шел вон. Извините, господин Василенко. Господин Василенко, если не ошибаюсь. Да. А я Колтановский. Алексей Поликарпович Колтановский. Вам это что-то говорит? Отец Сонечки? Простите, Софья Алексеевна. Вот именно. Вы не очень заняты? Да нет, теперь уже свободен. Да, понимаю. Глупое недоразумение. Не более того. Если вы свободны от ваших дел, не откажите пообедать у меня сегодня. Ну, скажу, в шестом часу. Лечение идет успешно. Пациентку перевели в двухместную палату. Хирург. Вызывали, господин штаб-ротмистр? Завтра еду в Читу. Возьмите один билет в первый класс. Владимир Григорьевич! Что он сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Звучит музыка. А у нас очаровательный дуэт. Не правда ли? Правда, мама. Ну, с Екатериной Николаевной все ясно. Она ведь несколько лет жила в Париже, а вы молодой человек. А я никогда не был в Париже. Но ведь в курс гимназии, насколько я помню, не входила марселеза. Даже на французском языке. Я хотела сказать, что я не перестаю удивляться вашим талантам, Владимир Григорьевич. Вы умница? По-видимому, у Владимира Григорьевича было очень много свободного времени. Владимир Григорьевич дворянин, и я думаю, что у него не было недостатка в хороших учителях. Да, этого было достаточно. Я полагаю. Владимир Григорьевич, когда вы в читу? Завтра? Я с вами. Пошли с билетом. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, он тебе не понравился. Но зачем же тогда ты его пригласил? Я хотел разъяснить для себя их отношения. Ну и что? Это серьезно? Это более чем серьезно. Он такой воспитанный, образованный, милый человек. Дело вовсе не в нем, а в его второй, скрытой жизни. Ты понимаешь меня? Понимаю, Алешенька. Я сразу поняла. Но разве у нас поначалу было лучше? Ты вспомни. После каторги я ушел из борьбы, когда решился иметь семью. Этот не уйдет. Вы любите стихи? Смотря какие. А вообще люблю. А у вас есть самый любимый? Конечно, есть. Правда, самые любимые для меня были те стихи, которые возникали в самые трудные минуты моей жизни. Почему? Потому что стихи это всегда надежда, шепот, робкое дыхание, трелеса логня. Серебро и колыхань зонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений, милого лица. Какой странный запах. Это очень хороший табак. Голландский. Вам не надоело быть таким всезнайкой? А вдруг вы ошиблись? Предлагаю пари. Более того, я даже вспомнил марку табака. Королевский немеер. Простите, господин. Слушаю вас. Я с моей дамой заключил пари касательно вашего табака. Я полагаю, что это королевский немеер. Вы выиграли. И все-таки так не бывает. Да, конечно, Соня, конечно. В данном случае случилось так, что королевский немеер это единственная марка табака, которую я знаю. Вы не нас встречаете? Нет. Хотя и очень рад вас видеть. Я встречаю одного человека из Иркутска. И, надо вам сказать, безо всякого удовольствия. Абсолютно. Извините. Ба, Иван Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы бы еще к моему приезду нижние чины во фронт выстрыли. А у меня была такая мысль. Да. Но потом я передумаю. Штаб родности. Прошу. Благодарю вас. Наверное, мы их можем не ждать? Нет, неудобно. Позвольте, друзья, представить вам моего старинного приятеля. Иван Николаевич Константинов. Коммерсант. Коммерсант. Кто-то я вас принял за англичанин. Да. Софья Алексеевна Колтановская. Владимир Григорьевич Василенко. Так все-таки королевский немеер. Можете не сомневаться. Только что из Антверпена. Вы давно знакомы с господином Василенко? Достаточно, чтобы подружиться. Достаточно это сколько? Месяц, год. А что за тон, родмистер? Вам-то чем? Чем он интересен? Мне показалось его лицо знакомым. Он чтениц? Нет. Монтвид привез его из Петербурга. Вы знаете Виктора Эдуардовича? Монтвид Монтвидж? Послышал. И когда же он привез его? Ах, какая тишина. Я слышу только стук ваших сердец. Я хочу, чтобы всегда была такая тишина. Хочу быть молодой. Если бы это было возможно. Нет, нет. Ты меня не так поняла. Ты прекрасно выглядишь. Я протещу. Смолянов даст мне развод. Он меня боится. Представляешь, он считает меня неврастяничкой. Представляю. Ян, знаешь, мы не поедем с тобой в Россию. Мы поедем за границу. Куда-нибудь в Альпы. Я буду работать. Ты же знаешь, я прекрасно шью. Вообще, у меня есть вкус к тому, что так любят на себя напяливать женщины. А ты будешь рисовать, давать уроки. Но только ученица тебя не будет. Я не позволю. Мы купим домик. В нашем гнездышке будет все, что нам нужно. А в красном углу, в нашем доме будет красный угол. Вместо иконы, знаешь, что мы тогда повесим? Наш свадебный портрет. Нет. Газету. Ту самую газету, без которой я бы тебя не нашла. Да. Подумайте, какая счастливая случайность. Кто же из твоих соседей выписывает за байкальское обозрение? Чернянский? Ну, нет. Ты же знаешь, какие они скупые. Они никогда ничего не выписывали. Значит, Васильев? Нет, Васильев умер. Тогда? Тогда те из соседнего дома? Ну, нет. Там только отец. И тучи-то это еле-еле. О, нет. Того не может быть. Вспомни. Хорошенько вспомни, Юзеп. Как ты обнаружила газету? Нечего вспоминать. Я взяла ее в ящике. В шесть часов вечера. В этот день ты еще раз заглядывала в ящик? Ну, конечно. Я по несколько раз в день заглядывала. Я ждала от тебя хоть словечка. А утром? Утром тоже заглядывала в ящик? Прибавьте к этому волнение на черновских, торбогатайских копиях, выступления верхнеудинских железнодорожников. И все это за последние несколько месяцев. А вы прибавьте инфляцию, брошенные дворы, отсутствие продуктов. Война, мой друг. Лучший организатор всех волнений, беспорядков. Никто не сбрасывает войну со счетов, ваше сияньство. Ну, что вы скажете об этом? Об этом? А зачем вы себя обременяли? Вот об этом? Таким количеством лишнего груза, ротмистр. Я всем этим располагаю в предостаточной степени. А это что? Тоже война организовала? Нет, ваше сияньство. В крае, вверенном вашему попечению, действует подпольная организация социал-демократического толка. Оставьте родность. И во главе этой подпольной организации стоит умный и дерзкий организатор. Все, ладно. Вот, что приносит раз в день, притом утром. Значит, газету подбросили специально. Кто мог это сделать? Нет, нет. Ты же знаешь, давно не было хвоста. Куда ты собрался? Уходи. Мне нужно увидеть одного человека. Я не имею права ничего решать без него. Куда ты собрался? Извините, Виктор Эдуардович. Васильенко приехал? Да. А он на работе? Нет, недавно ушел. Не скажите, пожалуйста, где его сейчас можно найти? Ну, скорее всего, его нужно искать в канцелярии военного губернатора. Ну, батенька, зачем же так пугать-то? И что за надобность? Что-нибудь случилось? Мне нужен Васильенко. Срочно нужен. Он был у Монтрида. Его там нет и дома нет. Перестаньте нервничать, Кириллович. Вообще, мне не нравится ваша манера разговаривать. Она выводит меня из равновесия. Я должен немедленно видеть вас, Кириллович. Я не могу немедленно. Я вам дать его не могу. А вот сегодня вечером в городском театре он будет читать лекцию. Там вы его и найдете. Восемнадцать ноль ноль. Я знаю всех своих подопечных, Ротместос. Среди них нет такого человека. А, впрочем, требуемые вами материалы будут вам предоставлены к концу дня. Вы еще успеете на вечерний поезд. Покорнейше вас благодарю. Но я все-таки решил задержаться в чете. По личным делам. Ой, как это, Ротмистер? Как это не похоже на вас? А не представит ли мне к вам филера? Интересно все-таки, знаете ли? Если вам не жаль филера, представляете? А, да. Вы же наверняка просмотрели все их дела перед отъездом сюда. Неужто всех запомнили? Незачем. Ваших филеров я всегда узнаю. А, извините. Есть такая наука. Физиономистика. Да вы и здесь крупные специалисты. Смею надеяться. Хотите эксперимент? Конечно. Вы мне, я вам покажем фотографии. Так. А потом попытаемся охарактеризовать людей, на них изображенных. Прекрасно. Ну что ж, умен, дерзок. Очевидно, удачлив. Безусловно, опасен при задержании. Физически сильный человек. Азартен. Как? Одна неточность. Что, не так удачлив? Не так азартен. А, это. Ну что ж, теперь ваша очередь, ротмистер. Прошу. Эта молодая женщина хорошо воспитана. Так. Но, тем не менее, способна на крайне опасные поступки. Угу. Ни с кем и ничем не считается. Обладает недюжиной силой нервического свойства. Очевидно, принадлежит к левым эсерам террористкам. Ну что ж, я думаю, террористке будет интересно узнать о себе массу новых подробностей. Тем более, что эта дочь генерал-лейтенанта Кияшкина. Ну, полный, не огорчайтесь уж так, ротмистер. Я отдаю должное вашей бульдожьей хватке, а тонкую психологию оставьте. Угу. А что это, кстати, у вас за человек, вот, на вашем фото? Не беспокойтесь. Он не состоит в родственных отношениях с иркутским генерал-губернатором. Угу. А хотите, я вас представлю генерал-лейтенанту Кияшка? Угу? Не возражаете? Напротив. Чем обязан? Ну, мы же все-таки коллеги. Значит, в театре? В шесть часов вечера. И еще, его происходительство не любит, когда ему представляют офицеров в штатском. Угу. Вот что, голубчик Владимир Григорьевич, коммерсант, с которым вы ехали в одном вагоне, он, видите ли, мой коллега. Из тех, кто не доставляет чести нашему департаменту. Он, знаете ли, мнит себя военным стратегом. А у вас есть обыкновение вызывать оппонентов из зала на сцену. Да. Так вот, вы меня очень обяжете, если утрять его на нас. А вы интриган, мой друг. Впрочем, я согласен. Спасибо. 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 После некоторого перерыва мы возобновим наши встречи у карты военных действий. А теперь, господа, чтобы не изменять нашей старой традиции, я хочу вызвать на сцену оппонента и вместе с ним обсудить сложившуюся и заинтересовавшую всех нас военную ситуацию. А примерно через полчаса в кабинет господина военного губернатора Кияшко поступят очередные новые сведения с фронта военных действий, из которых будет ясно, как эта ситуация изменилась. Полагаю, что оппонент подготовлен заранее? Ну что ты, папа, Владимир Григорьевич не тот человек. Мы с господином оппонентом попробуем составить прогноз и затем сверить его с поступившими новыми сведениями. Вот вы, господин штаб-родмистер, не откажите мне в любезности выйти на сцену в качестве оппонента. Но я... У нас не принято отказываться, господин штаб-родмистер. Позвольте представить вам нашего гостя, штаб-родмистер Константинов из Иркутского губернского жандармского управления. Исходя из общей обстановки, считаю, что Англия и Франция будут до конца поддерживать Сербию, чтобы превратить ее в базу для дальнейших действий и развернуть наступление на Будапешт. Я не согласен с вами, штаб-родмистер. Стратегическая задача союзников выиграть войну в Германии прямым ударом не исключает возможность их дальнейших действий на Балканах. А это, в свою очередь, означает, что уже сегодня следует ожидать перенесения всей тяжести военных действий на русскую армию. А последние сводки либо подтвердят, либо опровергнут это. Революер меня. А тапочки до лучших времен. Прокрытий, немедленно. Ну, повтори. Ян, я все запомнила. Встречаемся послезавтра в Забайкальске, у китайской лавки. Так. А если нет, то Георгия в Чинчуне. А если заметишь хвост? Тогда возвращайся сюда и ждешь до известий. Только не вздумайся сейчас появиться на вокзале. Все. Ян! Ян! Прощай. Да поможет нам матка пост. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уйдёт! Швивьём надо, б***ь, швивьём! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, разлёгся, бегунок? Поднимайся, давай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует...